МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа новости в эфире и в студии Виктория Буханцева. Здравствуйте. Информационная служба Оркенмедиа расскажет вам о событиях к этому часу. Коротко о главных новостях. Смертельный инструмент. 10 лет колонии получил житель Балхаша за убийство напильником. Данное граждание будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приютили двухлетний Гулим, который пыталась отдать чужим людям мать, отправили в Карагандинский дом ребенка. По газам или как встретил Балхаш участников международного ралли «Шелковый путь». Камни упали, в брод что-то свалились и так далее. Все тяжелые приехали. Преступление и наказание. 10 лет за решеткой проведет 26-летний житель Балхаша за убийство приятеля. Смертельный удар своей жертве он нанес напильником. Преступление произошло зимой этого года. Обвиняемый пришел в дом к 27-летнему приятелю и пригласил в подъезд. Там молодые люди начали выяснять отношения. Гость достал напильник и нанес всего один удар в грудь жертве. Истекая кровью, пострадавший вышел на улицу. Прохожие вызвали скорую. Мужчина скончался в реанимации. Убийцу задержали в тот же день. Выяснилось, что он планировал нападение и специально заточил свое оружие. За это прокурор просил 14 лет тюрьмы. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Житель города Балхаш, приговором специализированный международный суд по уголовным делам Караганинской области, был признан виновным в совершении преступления. Присмут статью 99-й части 1-й уголовного курса Казахстана. И назначено по данной статье наказание в 10 лет лишения свободы. Данное граждание будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Маленькую Гулем, которой родная мать пыталась найти новых родителей, определили в Карагандинский дом ребенка. Пока расследование этого дела не завершится, органы опеки не смогут вернуть девочку родным. Около месяца двухлетняя малышка провела в городской больнице. Туда она попала, когда мать пыталась отдать ее чужим людям на воспитание. Оказалось, что в такой ситуации девочка не впервые. По некоторым данным, родительница уже пристраивала ее в дом малютки в Караганде. Правда, на время, пока искала работу и улучшала материальные работы. Теперь Гулем попала в Шапагат снова. На какой срок, в этот раз, неизвестно. Но горе родительница уже одумалась. Вчера она была в Караганде и навестила дочь. На поправку четырехлетнего мальчика, который единственный уцелел в страшной аварии возле поселка Гульшат, перевели в палату. Врачи говорят о положительной динамике. Напомним, ДТП произошло на выходных у Лексуса, который ехал из Алматы в Астану. В 20 километрах от поселка Гульшат лопнуло колесо. Водитель не справился с управлением и иномарка вылетела в кювет. Шесть человек погибли на месте. Закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и многочисленными ссадинами в Балхашскую больницу доставили выжившего четырехлетнего пассажира. Сначала мальчик находился в реанимации, сейчас он в палате. Ребенок в сознании есть улучшение. Но он все еще в тяжелом состоянии. С ним находятся родственники. Патологии костной у ребенка нет. Со стороны мозга имеется ушиб в средней степени тяжести. На днях он будет транспортирован по месту жительства в город Астана. Сознание адекватное, ребенок активный. Сейчас за маленьким мирасом ухаживает дядя. Он же будет лежать с мальчиком в Астане. Оказалось, что вся их семья из Сарагарского района Южно-Казахстанской области. Туда малыш и вернется после лечения. Жить теперь он будет со старшим братом погибшего отца. О том, что его родных не стало, мальчик пока не знает. Маленькие шаги по большой сцене. Болхашские танцоры детского сада Бубек вошли в тройку лучших на международном конкурсе. Команда из 11 детей представила на суджире танец про родную землю. В конкурсе, который проходил в столице, было пять номинаций. Вокал, выразительное чтение, народная музыка, театральная постановка и хореография. Болхашцы выступали в последней. Их конкурентами были еще 15 участников. Всего попробовать свои силы заявили 150 человек из США, Монголии, Китая, России и Казахстана в возрасте от 6 до 14 лет. Наши артисты были самыми маленькими и единственными из детских садов. Отсутствие опыта компенсировали талантом, который помог завоевать третье место. Вместе с дипломами юным танцорам подарили электронные переводчики. Мы поехали в город Астану. Я там танцевала. Мы там танцевали туалетель. И мы получили там третье место. Нам очень понравилось. На старт. Сегодня начался шестой этап гонки ралли «Шелковый путь». Автомарафон из Болхаша направился в Алматы. Оттуда завтра он пересечет границу Китая. Самый длинный и сложный этап закончился вчера в нашем городе. Степи региона принесли спортсменам немало сюрпризов. Кто-то даже сошел с дистанции. Потребности и эксклюзивные интервью участников ралли смотрите в расширенном репортаже с места событий. Финишную линию пересекли первые четыре машины. В лидерах фавориты гонки – французы, следом – россияне. Финиш позади, можно сбавить скорость. После пятичасовой гонки пилоты осматривают свои болиды и снимают тяжелую экипировку. Казахстанцы в первой десятке. Самый длинный этап, почти в 570 километров, дался им нелегко. Навигация немножко сложновато была, много облуждали. Соответственно, вот эти подъемы, спуски, солончаковые участки. Высокая трава, тяжело было ехать. В камни упали, в брод что-то свалились и так далее. Все тяжелые приехали. Тех, кто уже закончил дистанцию, ждут в Биуайке, палаточном лагере возле аэропорта. Одним из первых туда прибыл Владимир Васильев, чемпион России по ралли-рейдам. За пять лет в спорте гонщик не пропустил ни одного заезда «Шелковый путь». Пять лет участвую. Дороги Казахстана хорошие. Очень хорошо проехали, пробили колесо, поэтому потеряли времени на замену колеса. Плюс один раз дорожку потеряли, свернули не туда. И три минутки где-то потеряли времени. Не очень правильно. Все остальное, все хорошо. Будем завтра наверстывать, догонять упущенное время. Чтобы набраться сил для следующего этапа, нужно хорошо подкрепиться. В полевой кухне блюда на любой вкус. От супов и фруктов до деликатесной красной рыбы. За один прием пищи гонщик должен зарядиться энергией на весь день. Меню у нас очень разнообразное. Это и супы, и горячие блюда, и пасты, и сыры, и какие-то десерты. Общая калорийность всего рациона питания – 6000 калорий. Что в принципе в среднем в три раза выше суточного норма потребления среднего статистического человека. Энергия заряжаются не только пилоты. У транспорта тоже свое меню. В нем водные процедуры и осмотр механиков. В каждой команде по три таких специалиста. За ночь они должны подготовить машину к очередным испытаниям. Мы сопровождаем машину, провожаем ее на старт. Встречаем в лагере или на финише. Пока у нас тьфу-тьфу серьезных поломок не было. Поэтому пока каждый вечер дежурное обслуживание, проверка всех систем. Если надо, замена. Пока авто на стоянке и у хозяева во власти поклонников. Наибольшее популярно среди фанатов у француза Себастьяна Лёва – девятикратного чемпиона мира по ралли. В Балхаше он поставил рекорд по селфи. Это была очень долгая дорога. Это было не легко. Это была интересная стадия. Они быстро, очень ехали с 300 километра, очень быстрее. И это было достаточно тепло заехать до сюда. И после этого мы пошли в плохую дорогу и мы потерялись. Серьезно? Вместе с морем эмоций участники ралли привезли балхашцам и подарки. В продолжении гонки воспитанники местного детского дома будут смотреть на новом телевизоре. Наши власти тоже пришли не с пустыми руками. Наше гостеприимство обуславливается встречными подарками. Поэтому, Владимир Иванович, хотел бы вам тоже вручить наш подарок. Это символ нашего города Балхаш. И думаю, что он будет напоминать вам долгие-долгие годы. В Балхаше закончился пятый и начался шестой этап автомарафона. Четыре часа почти 330 километров и гонщики уже в Алматы. Дальше Китай. За 16 дней из Москвы ралли доберется до Пекина. За это время они преодолеют 100 тысяч километров по лесам, болотам и степям. Финал состоится 24 июля. Ольга Сибуха, Виктория Буханцева, Думан Колыбаев, Мурат Булатбеков, Оркин Медиа. На этом мы завершаем наш выпуск. А уже завтра в 20.30 мы подведем итоги недели. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин